друзья приветствую всех на канале птичий дом сегодня будет обзор на клетку для московки клетка выполнена из дуба 6 миллиметровой толщины фанеры 4 миллиметровой толщины на донышке 4 миллиметрового пластика на поддоне и кормушки и прутками ржавейки 16 миллиметров толщиной клетка это сделано под московку поэтому расстояние между прутиков 10 миллиметров 10 миллиметров дают гарантию что у вас из этой клетки никто не вылезет будь то московка крапивник там или еще кто-то в общем ни одна из птиц которые как-то правильно сказать ну водятся в нашей стране не сможет преодолеть эту преграду то есть расстояние между прутиков маленькая соответственно удержит любую птичку клетка по размерам 40 сантиметров длину 25 сантиметров ширину и 30 сантиметров высоту в принципе клетка стандартная я такие делаю под певчую птицу под кинорей и так далее и тому подобное обзоров на них было достаточно много но вот именно с малым расстоянием между часов я их по моему никогда не делал то есть это первая клетка с таким расстоянием между прутиков обычно 15 миллиметров стандартные но и там содержится либо зерноядь либо канарейки но тут меня хороший товарищ попросил сделать ему клетку под московку но я решил что этот эти размеры будут оптимальны небольшая не маленькая как раз то что то что нужно для московки учитывая то что птичка не сама по себе достаточно скромных размеров я вот решил попробовать сделать так ну и в конце видео посмотрим как московка будет смотреться в этой клетке и так в клетке две дверки она расположена по фасаду другая с правой стороны дабы можно было повесить поилку поилку говорю куполку поддон и кормушка выдвигаются по фасаду тут особо не разгуляешься все достаточно стандартно кормушка еще подлипает было в ночь пролочено но из-за высокой влажности еще лак недостаточно хорошо высох я уже установил жердочки потому что за клеткой приедет человек буквально там через два-три часа и клетка уже будет готова полностью укомплектована ну и учитывая то что клетку будут забирать меня вот из рук в руки клетка будет укомплектована не только жердочкой и прочей скажем так мелочевкой для птицы но и самой птичкой сейчас я запущу сюда московку ну и можно будет посмотреть как как птичка выглядит в этой клетке достаточно ли ей место всего ли ей хватает ли ей внутреннего пространства в общем сейчас все с вами увидим потому что мне если честно даже самому интересно как это будет смотреться на деле московка была поймана по моему 20 октября бени-бени посмотрим ну как по мне место вполне достаточно то есть птичка может развернуться не касаясь хвостом не касаясь хвостом стенок боковых даже жердочки можно наверное еще придвинуть поближе к стенкам птичка хоть или сидит в неволе там буквально полторы недели но уже дает позывку если я не ошибаюсь что уже она запела при мне она конечно петь вряд ли будет но я думаю что если его оставить на непродолжительный период времени здесь то она запоет но и сейчас я и положу зоофобуса пару штучек посмотрим будет ли она его есть потому что надо опять же птичку надо отдать на корму чтобы она однозначно ела и тех насекомых которые есть у заказчика в наличии и тот корм которым заказчик кормит ну по поводу мягкого корма тут я уверен потому что человек кормит таким же мягким кормом как и я то есть на базе так называют на базе комбикорма и однозначно есть за фобус потому что ну за фобус я собственно говоря сам ему заказываю закинул пару фобусов видно он не шевелится интерес есть я думаю что сейчас пойдет долбить так и и я наверное отойду пусть птичка поезд камера будет включена я потом сделаю вырезку посмотрите может быть даже чуть-чуть она по поет порадует нас своим пением птичка поезд камеру Продолжение следует... 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 Продолжение следует...